привет друзья рада видеть вас на моем канале сегодня мы с вами будем готовить пирог из вот таких вот чудесных персиков берем хорошие красивые спелые персики и нарезаем их на половинке нам нужно сперва вынуть из них косточку если ваши персики будут не очень спелый как у меня косточка будет выниматься с трудом это ничего страшного мы все равно потом нарежем персики на кусочки нарезаем мякоть на произвольные кусочки кожуру снимать не нужно наша начинка готова теперь займемся тестом я буду замешивать тесто в блендере но вы можете делать это в обычной глубокой тарелке или воспользоваться миксером складываем в чашу блендера творог у меня творог было зерновой но можно взять абсолютно любое пастообразный в том числе добавляем сливочное масло нарезанные небольшими кубиками затем наливаем немного кефира в этом рецепте я использую 50 миллилитров кефира и затем добавляем муку если хотите можете положить чайную ложку разрыхлителя закрываем блендер и измельчаем на максимальной мощности примерно 10 секунд нам нужно получить крошку или обыкновенное песочное тесто если вы месите тесто руками просто перетрите его между ладонями и скатайте в небольшой шар тесто готово его можно пока убрать в холодильник и мы с вами займемся начинкой точнее заливкой берем глубокую миску и разбиваем в нее яйца для этого рецепта я использую три яйца отборного сорта добавляем сметану жирность сметаны может быть любая у меня 20 процентов и насыпаем сахар затем снова добавляем творог творог также может быть зерновой как у меня или пастообразный мне очень нравится именно консистенция зернового творога когда он чувствуется в готовом пироге но если это вам не по душе можете перетереть его через сито берем столовую ложку или миксер и хорошенько перемешиваем нашу заливку застилаем стол бумагой для выпечки или силиконовым ковриком но я советую раскатывать тесто сразу на бумаге и раскатываем его скалкой в тонкий пласт если ваше тесто липнет к рукам алик скалки присыпьте его немного мукой как это сделала я на видео теперь переносим тесто в форму именно поэтому удобнее раскатывать его на бумаге разравниваем руками и обрезаем лишние края и это делаю ножницами обрезаем вместе с бумагой а а а а а а а теперь выкладываем на тесто наши персики это тесто мне нравится тем что его не нужно предварительно выпекать просто раскатал переложил форму и можно сразу класть начинку это очень удобно и тесто кстати получается весьма мягким персики выложили теперь поливаем их заливкой то есть нашей творожной начинкой со сметаной еще раз повторю что если вы не любите текстуры зернового творога можете перетереть его через сито или взять пастообразный тот в котором зерно не чувствуется мне нравится именно так убираем пирог в разогретую духовку и готовим при 180 градусах примерно 50 минут пирог должен застыть вы увидите когда он будет готов готовый пирог вынимаем из духовки но не вынимаем из формы и даем ему остыть при комнатной температуре после чего ставим в холодильник примерно на два часа когда пирог остынет он будет очень легко нарезаться на кусочки и не будет ломаться приятного вам аппетита и сладких персиков по словам и а и и и и и и